Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в городе Ярославле, преподаватель Ярославской духовной семинарии и кафедры теологии Ярославского педагогического университета. Мы продолжаем наш курс, посвященный божественной литургии. В наших прошлых лекциях мы поговорили о облачениях духовенства, входных молитвах и проскомидии, и собственно сегодня мы поговорим о начале литургии и о мирной ектенье. Нужно заметить, что литургия делится на два крупных блока. Это литургия оглашенных и литургия верных. Собственно, начало литургии знаменует собой как концептуально начало всего таинства, так и в том числе первой его части литургии оглашенных. Для нее характерен ряд особенностей, первая и главная из которых, безусловно, ее общая дидактичность, ее исключительный учительный формат. Мы видим, что если молитвы анафоры центральной части литургии верных, конечно, тоже обладают определенным учительным подходом, касаются тех или иных догматических тем, но при всем при том, кроме всего прочего, например, совершенно невариативны, то есть единожды сформировавшись, они вот в этой форме и транслируются через века, то, собственно, литургия оглашенных представлена как дидактичная в самом широком разнообразии форм и в этом своем разнообразии достаточно пластичная. Именно в этом ее объеме, то есть от начала литургии до, скажем так, момента Великого Входа, мы видим, что, собственно, в течение времени, в рамках исторического процесса очень многие формы меняются. С одной стороны, концептуально некоторые узловые смыслы сохраняются, но то, как они будут решены, как они будут оформлены, век от века выглядит очень по-разному. То последование, про которое мы с вами говорим, является, ну, такой вот закономерной на данном этапе итоговой точкой такого рода развития. Внутри литургии оглашенных мы увидим, во-первых, и главных, чтение священного писания, поэтому она иногда будет называться иначе литургией слова. Собственно, обязательно здесь присутствует или должен бы присутствовать элемент, связанный с научением писанию, да, то есть оно должно быть изъясняемо, здесь должна бы звучать проповедь. Также здесь представлены молитвы наиболее общего порядка и характера, да, то есть здесь церковь молится о мире как таковом, да, и о своем в нем присутствии. И, конечно, молитвы о тех самых оглашаемых, о катехуменах, о людях, которые готовятся к крещению. И, собственно, напоминанием им о том, что эта литургийная часть закончена, и они покидают собрание, литургия оглашенных и заканчивается. Далее начнется литургия верных, напомню, да, вот с этой устойчивой, совершенно однозначной своей формой, которая от кодексов восьмого века до служебников дня сегодняшнего, ну, практически не видоизменяется. Про изменения внутри литургии оглашенных на ближайших же лекциях мы с вами поговорим. Начальным возгласом, с которого начинается божественная литургия, является священнический возглас «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Предваряется он небольшим объемом священнодействий. Как правило, например, в алтаре священнослужителей, встав перед престолом, священник воздевает руки, диакон воздевает арарь, читается молитва «Царю небесный», дальше диакон испрашивает благословение у священника на то, чтобы выйти из алтаря и, собственно, воззвать к началу богослужения, после чего у нас и звучит данный возглас. Нужно заметить, что в общей логике развития богослужений православной церкви все они так или иначе начинаются с какого-то начального возгласа священнослужителя. Самым основным, самым общеупотребительным является возглас «благословен Бог наш, всегда на ней присно и во веки веков». Он, в общем-то, в этой своей форме восходит к самой древней логике, он восходит еще к иудейским благословениям, когда благословение имени Божия являлось одной из основных религиозных форм, в том числе и одной из основных форм в том или ином священнодействии. Дальше мы можем вспомнить, например, возглас, которым начинается утренняя, как богослужебное последование. «Слава святей, единосущной, животворящей, нераздельной троицы», также всегда на ней присно и во веки веков. Возглас «благословен Бог» самый общеупотребительный, возглас «слава святей», как правило, относится только к утреннему последованию, а вот возглас «благословенно царство» связан с литургией и таинствами, связанными с ней исторически. Такой же возглас мы можем услышать в начале таинства крещения и в таинстве венчания. Происходит это ровно потому, что в свой момент времени и крещение осуществлялось внутри литургического процесса и, соответственно, венчания. То есть для определенного момента времени мы можем даже сказать, что венчание не существовало, как какое-то цельно оформленное и выделенное таинство. А двое юных христиан, приходя к литургии, вместе причащались над юношей и девушкой, священник или епископ совершал молитву, возлагал на них руки, благословлял их и, собственно, вот с этого и начиналась их жизнь как христианской семьи. То есть эту связь, памятуя, таинство венчания до сих пор, её сохраняет и в этом начальном возгласе, и в испитии от общей чаши, которая происходит после молитвы Отче наш, что, в общем-то, явно указывает на вот такую взаимосвязь и аллюзию с таинством причащения из литургии. То есть вот это, скажем так, такой перенос, который осуществляется здесь. Соответственно, с крещением, это ещё более однозначный момент, мы можем вспомнить несколько таких литургических последований, в рамках которых крестились новые члены церкви. Собственно, в память о них у нас присутствуют определённого рода, например, объёмные фрагменты ветхозаветных чтений. Можем вспомнить здесь либо на вечере Богоявления, либо, например, в особенности Великую Субботу с очень большим числом паремий. Звучат они и, с одной стороны, и с дидактических соображений, то есть они призваны актуализировать для всех верующих происходящих оттуда, от ветхозаветных текстов, но звучат они и из очень простой прагматической цели. То есть пока читаются эти тексты в баптистерии, в специальном помещении для крещений, священник, исходя из лотаря, совершает крещение новопросвещенных, и потом все они в белых одеждах приходят в собрания, в белых одеждах и новокрещенные, и крестившие их священнослужители. Отсюда в рамках Великой Субботы мы видим, как меняется цвет богослужебных облачений с тёмных на белые. То есть это также напоминание о вот этой крещальной практике. Сама суть и смысл возгласа, о каком царстве мы говорим, почему мы его благословляем. Собственно, речь здесь идёт о том самом царстве, о котором благовествует в дни своей земной жизни Господь наш Иисус Христос. В его проповеди мы видим, что царство является одним из самых важных элементов. Собственно, с неё он и начинает своё общественное служение, говоря о том, что покайтесь, царство Божие приблизилось. Это роднит начало проповеди Христа с проповедью Иоанна Крестителя. Царство – это царство Божие, поэтому мы и слышим, что благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа. Это не есть некое, ну скажем так, царство условно загробного мира или царство какой-то иной реальности. Говоря о данном царстве, мы провозглашаем, во-первых и главных, власть Бога уже сейчас реализуемую над миром, которым, в общем-то, он и так является правителем, творцом и участником всякого в нём происходящего процесса. Именно благодаря тому, что Бог – царь внутри своего царства, солнце светит над злыми и добрыми, и дождь проливается над одними и другими, потому что любовь Божия обращена ко всем. Таким образом, христианское богослужение, во-первых и главных, пытается актуализировать присутствие этого самого царства Божия в мире и так Богом сотворённым. Несколько, может быть, это странно и путанно звучит, если Бог и так царь внутри этого мира. Зачем это актуализировать? И о каком тогда наступлении царства говорит Христос? Замечу, говорит он об этом ведь и в молитве «Отче наш» и призывает молиться, соответственно, об этом своих учеников, чтобы мы хотели и просили Бога, чтобы его царство пришло. А вот здесь мысль о том, что грехопадение, изменившее способ бытование мира, погрузившее и мир в распад и тление, нанесло, конечно, всему космосу и человеческой действительности исключительный урон. И поэтому с того момента времени вот это царствование Бога над своим собственным творением не так проявлено в истории мира, как оно задумано. То есть царство Божие присутствует в мире, скажем так, сокрытым образом. Об этом говорит и Христос, что даже наступая, оно не являет себя однозначно. Нельзя сказать, что оно пришло вот там или явило себя вот тут. Царство Божие очень сложно прорастает внутри человека. Царство Божие внутри вас есть, говорит Христос. И уже через людей начинает, ну скажем так, реализовывать и обнаруживать себя в мире. Об этом будет впоследствии говорить нам вся наша святоотеческая традиция. Мы можем вспомнить преподобного Серафима Саровского и его слова о том, что «спасись ты, и тысячи спасутся вокруг тебя». То есть вот человек, который стяжал царство в себе, начинает быть проводником присутствия Божия, проводником вот этого царства Господня вокруг себя, среди всех тех людей, с которыми он взаимодействует. Замечу, что царство это наступающее, но еще не наступившее, да, уже есть некая динамическая величина, да, то есть величина в движении и раскрытии к тому, чтобы оно стало более явным, да, более однозначным и еще более раскрытым. И предназначено каждое конкретное христианское богослужение и литургия в особенности. Потому что в конце ее, во-первых, само присутствие Христа за собранием верных станет более однозначным. Да, вот эти хлеб и вино станут телом и кровью живого и воскресшего Христа. А во-вторых, причастившись ему, христиане выйдут в мир, будучи, ну скажем так, наполненными светом присутствия Христова и этот свет, да, вот этот свет царства наступающего в мир износя, да, то есть мир переквашивая, да, подобно тому образу, который сам Христос использует о царстве говоря, да, что его наступление можно сравнить с закваской, которая в исключительно малом объеме бросается в огромный объем муки и пройдет время, и все равно весь этот огромный объем вскиснет. Можно заметить, что кроме всего прочего Христос использует еще ряд важных образов, говоря о царстве, которые нам важно иметь в виду и в привязке к литургии. С одной стороны, это образ малости и малого, да, то есть очень часто это подчеркивается, например, еще и через аграрные образы, ну, например, царство подобно зерну горчичному, которое меньше всех семян, но которое, будучи брошенным в землю и вырасти, становится деревом, в ветвях которого укрываются птицы, да, то есть также и христианское собрание, оно может быть очень малолюдно, незначимо, состоять не из великих, богатых и премудрых, но тем не менее является вот тем самым семенем, которое брошено в землю человеческого общества и из которого произрастет великое дерево. Собственно, вся история христианской церкви яркое тому свидетельство. Более того, мы можем видеть ряд образов, указывающих на инклюзивность, то есть на максимальную открытость этого царства, на то, что призыв к нему обращен поистине к каждому человеку. Нужно заметить, для своего момента времени эта мысль была далеко не очевидна. И иудеи, и достаточно традиционных школ, таких как фарисеи и саддукеи, и какие-то крайние течения, такие как, например, ессеи или зелоты, все, в общем-то, настаивали на собственной религиозной эксклюзивности, на то, что только принадлежность вот к этой маленькой закрытой группе и абсолютное следование только ее идеалам и авторитетам обеспечивает присутствие в этом самом грядущем царстве божьем. То есть, собственно, ни о каком грандиозном, во-первых, призыве вступить в их ряды, не звучит какой-то речи, ни о какой готовности открыть свои двери, речи, в общем-то, тоже не звучит, мы те немногие счастливцы, которым Бог судил оказаться внутри ковчега спасения, все остальные, к сожалению, погибнут. Христианская логика совершенно иная. Христос говорит совершенно о других вещах. Например, когда он сравнивает царство с неводом, указывая, что оно собирает огромное количество самых разных рыб, когда он сравнивает царство с брачным пиром и говорит о том, что когда званные не оказались готовы и не пришли, отказавшись, пир набирается какими-то совершенно посторонними людьми, позванными с перекрестков дорог, нищими, хромыми, слепыми и какими угодно. Да, от них, конечно, требуется хоть какое-то уважение к хозяину, хотя бы переоблачиться в светлые праздничные одежды, которые этот же хозяин им и даст. Но тем не менее, так как бы образ явно указывает на то, что все и каждый призваны внутрь этого самого царства войти и, соответственно, в пире этого царства поучаствовать. Образ пира тоже один из самых важных и регулярных здесь. Он восходит как к ветхозаветному тексту и к целому ряду пророков. Так, собственно, и Христос, часто говоря о царстве, сравнивает его с брачным пиром. Вот все эти образы в контексте Евхаристии для нас с вами исключительно важны. Вот именно благословение, да, то есть радость о наступлении и возвещение о наступлении этого царства мы и осуществляем, начиная литургию. Далее за возгласом благословенно царство следует мирная ектинья или великая ектинья. Собственно, ектинья, как таковая, да, сам термин, с греческого обозначает протяжное, то есть он подразумевает за собою, да, как бы в переводе на русский какое-то дополнительное существительное, то есть мы понимаем, что в данном случае протяжное моление. И в греческой традиции, как правило, именование ектинья относится только к тому фрагменту богослужения, который мы называем ектиньёй сугубой, да, то есть в рамках которой мы слышим не однократный ответ «Господи помилуй», а троекратный, да, когда хор или, ну, соответственно, апологики бы народ отвечает «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй», то есть особенная ектинья, да, как бы вот усиленная, если можно так выразиться. Соответственно, все остальные последования, которые для нас также именуются ектиньями, в греческой традиции называются либо диаконика, да, то есть как бы диаконские прошения, либо синапти, то есть составные, да, имея в виду здесь характер данных прошений, то есть они скомбинированы из разного рода тезисов. Нужно заметить, в случае мирной ектиньи вот эта сложная составность, как мы видим, наиболее очевидна, ну, вообще ее название, да, мирная звучит либо ввиду ее первого прошения, да, миром, Господу помолимся, великая же ввиду ее объема, да, ввиду ее протяженности. Замечу, что ектиньи один из наиболее, ну, скажем так, удачных форматов богослужебных, ввиду того, что если, например, сложно построенные, объемные, дидактичные и, в общем-то, догматически настроенные молитвы-анафоры с течением времени перестали звучать гласно и остались, собственно, в распоряжении только клира, да, то ектиньи всегда с самого раннего периода и по сей пору звучат гласным образом ввиду, в общем-то, своей логики, да, потому что перед нами та самая тезисная молитва, ну, или набор молитвенных тезисов, иногда достаточно логично сочлененных друг с другом, иногда эти переходы не всегда могут быть нами, вот прям так, системно осмыслены. Здесь нужно заметить, да, что по факту сама по себе ектинья скорее даже не является молитвой совсем, она приглашение к молитве. То есть мы слышим на примере той же самой мирной ектиньи. «О изобилии плодов земных Господу помолимся», то есть диакон предлагает церковному собранию сейчас вознести молитву о том, чтобы земля давала свои плоды. А вот ответ собрания «Господи, помилуй» и является, собственно, молитвой в рамках логики вот этого озвученного прошения. Так и со всеми остальными ектиньями. Замечу, да, что эти ответы могут быть разными, «Господи, помилуй», «Подай, Господи», «Тебе, Господи», но принципиальная логика всегда одна и та же. То есть у нас звучит молитвенный тезис, приглашение к молитве и ответ собрания на него. Замечу, что в самых ранних источниках, ну, например, у того же самого святого мученика Иустина, философа, да, вторым веком, мы уже видим упоминание о том, что в рамках евхаристического собрания звучат не только молитвы непосредственно о том, чтобы хлеб и вино стали телом и кровью христовыми, но и молитвы о всём мире. То есть христиане молятся и о дарах, молятся и о своей общине, молятся и вообще обо всём происходящем, о всём том мире, внутри которого и существует христианская церковь. На этом этапе, конечно, мы не можем выделить чего-то, чтобы напоминало непосредственно ектинью, но в этом свидетельстве мы точно видим, что в богослужении, в плане вот общей логики такого рода мысль уже существует. А века с 4-го, 5-го и далее уже, пожалуйста, да, мы однозначно великую ектинью встречаем. При этом важно, что все остальные ектиньи, по всей видимости, происходят из неё, за исключением, пожалуй, ектиней малых, которые состоят из трёх прошений. Это паки и паки, Господу помолимся, да, то есть ещё и ещё раз. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, своей благодатью», то есть, собственно, конкретный тезис, конкретное прошение, и обращение с упоминанием Богородицы, да, и с тем, что через ходатайство её, ну и как бы по логике и всех святых, мы хотим передать всю нашу жизнь в руки Божии, да, пресвятую, пречистую, преблагословенную, звучит начало этого возгласа. Вот он скорее происходит из обратной логики, то есть, из большой, да, из великой ектиньи, у нас происходит ектиньи меньшего размера, а из очень маленького возгласа, «Господу помолимся» и ответа «Господи помилуй», у нас скорее вырастают малые ектиньи. Логика, по всей видимости, была примерно такой. Далее обратим внимание на несколько молитвенных прошений в рамках великой ектиньи. Собственно, «миром Господу помолимся» на русский корректнее, ввиду того, что слово «мир» для нас обладает очень большим спектром значений, можно было бы перевести как «с мирным сердцем» или «в мирном духе». Хотя иногда мы слышим интерпретацию «миром» в смысле «всем собранием», то есть, вот «всем миром». Но она не вполне верна, да, и тезис про мирное состояние и мирный дух будет более верным. Совершенно не случайно, что с этой мысли мы начинаем богослужение. Мы можем увидеть и внутри, собственно, текстов для клириков, то есть, внутри того же самого служебника, и внутри самых общих текстов, таких как, например, молитвословы, мысль, которая звучит в служебнике перед текстом, перед чинопоследованием литургии, а, соответственно, в молитвословах печатается, как правило, перед последованием к причащению, которая, в общем-то, и напоминает о том, что мирный дух – это залог для адекватного совершения литургии. Можем даже обратить внимание на соответствующий текст служебника. По-русски это бы звучало так. «Священник, готовясь совершить божественное тайнодействие, должен быть, во-первых, в мире со всеми и ничего не иметь против кого-либо, а сердце, насколько возможно, хранить от лукавых помыслов и с вечера соблюдать воздержание и трезвение до времени священодействия». В положенное время входит он в храм, вместе с дьяконом совершает три поклона к востоку перед святыми вратами, ну и дальше начинаются у нас молитвы входные. Примерно похожий же тезис, напомню, будет и в молитвослове, то есть указание на мирный дух совершенно не случайно. Мы говорили о том, что в таинстве Евхаристии реализуется тайна церкви как тело Христова, действующего в мире. А мы помним, что Христос говорит своим ученикам, потому узнают, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою. То есть без этого компонента церковь не церковь. Но нужно заметить, что исключительно ригористично подходить к этому тоже не стоит. Как часто мы откладываем, например, причастие или подготовку к нему или смущаем себя какими-то помыслами уже после того, как исповедовались и вот уже вроде бы готовы к принятию причастия на тему того, что вот я не примирился с этим, я не сказал прости тому, я имел осуждение к третьему и дальше, дальше. Вот здесь важно иметь в виду, что, скажем так, такого рода указание, во-первых, концептуально, ну то есть оно указывает на важную, на значимую часть христианской жизни, но при всём при том ремарка про то, что насколько возможно, она характерна здесь не только, наверное, для лукавых помыслов, но вообще-то её можно отнести и к миру со всеми, потому что тезис про то, что пребывайте в меру возможности в мире со всеми звучит и у апостола Павла, да, и изнутри новозаветного корпуса мы видим, что, к сожалению, грехопадение человеческое таково, что даже в среде апостолов случались разногласия и разномыслия, что, однако же, не прерывало их апостольского служения. Ну, например, мы видим в книге деяний, как апостол Варнава хочет взять в миссионерское путешествие Марка, Павел против этого, и между ним происходит конфликт. В конечном итоге Павел едет во второе миссионерское путешествие с силой, а Варнава с Марком едут в миссионерское путешествие на Кипр. То есть, но при всём при том, и те, и другие продолжают трудиться для благовествования имени Божия. То есть, соответственно, это не значит, что мы не должны обращать внимание на данный вопрос, но и абсолютизировать его тоже нельзя. Мы должны прилагать усилия к тому, чтобы быть в мире со всеми. Мы, безусловно, должны этого мира искать, но, кроме всего прочего, мы видим как в этом прошении, так и в следующем мысль о том, что в абсолютном итоге такого рода мир является не только добродетелью, которую мы, скажем так, в себе взращиваем, но и даром, который мы получаем от Бога, потому что следующий тезис о неспослании мира свыше и о спасении душ наших Господу помолимся. То есть, вот он тот самый мир, о котором Христос говорит, что мой мир даю вам, мой мир оставляю вам, не так, как мир даёт я даю вам. То есть, в этом смысле, мир Христов – это совершенно не только и не столько обыденный человеческий консенсус. А далее мы увидим, как прошение внутри Ектеньи и от наиболее концептуальных продвигаются к всё более прагматическим. То есть, вот мы сказали о мире вообще, сказали о том, что мы ожидаем его свыше, дальше о том, что мы ищем его во всём мире, но особенно хотели бы наблюдать благоденствие церквей и соединение всех, в смысле всех нас, то есть, чтобы этот мир, во-первых, и главное, хотя бы здесь начал прорастать, чтобы потом и весь мир остальной мог насладиться его плодами. Далее, да, как бы угол зрения ещё сужается, о святом храме нашем, о всех, кто с верой, благоговением и страхом Божьим входит в него. То есть, вот уже о своей общине мы молимся. Мы молимся о предстоятелях. В нашем случае, да, мы говорим о великом господине и отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о господине нашем преосвященном епископе или архиепископе или митрополите таком-то, о пресвитерах, о дьяконах, о всём причте и людях. Господу помолимся. Молитва о предстоятеле возникает в таком виде в нашей церкви сравнительно недавно, после деяний поместного собора 1917-1918 годов, когда после восстановления патриаршества на Руси было принято решение о том, чтобы этот факт был наиболее однозначно обозначен внутри и богослужебных последований тоже. Потому что до, собственно, этого момента, да, как бы в период древнего патриаршества русского и, собственно, в случае с предстоятелями других поместных церквей, да, то есть в иной православной практике, мы видим, что на приходском уровне предстоятель церкви практически никогда не поминается, поминается местный епископ. Соответственно, местный епископ поминает предстоятеля, а предстоятель поминает всех предстоятелей других поместных церквей. Вот таким образом, как бы, да, вертикально у нас и прослеживается вот вся структурность церкви. Но, повторюсь, для того, чтобы всё-таки актуализировать, да, патриаршую фигуру для всех и каждого из прихожан, да, то есть чтобы они молились о нём, как о своём отце и руководителе, да, отцы данного поместного собора и приняли такого рода решение. Поэтому, соответственно, в наших чинопоследованиях мысль о предстоятеле обозначена вот в таком роде, да, то есть мы молимся и о предстоятеле церкви вообще, и о предстоятеле церкви на месте, да, то есть о епархиальном архиереи. Далее, собственно, о богом хранимой стране нашей, о властях, воинстве и народе её, Господу, помолимся. Эта формулировка тоже претерпела изменения в рамках XX века. Как правило, древние литургические последования в этом месте упоминают руководителя каким-то однозначным образом. Может быть, не поимённо, но статусно. Ну, то есть, например, о благочестивом императоре или о царе, или о короле, да, о королеве, ещё о ком бы то ни было. На этапе, когда в России пресеклась монархия, молиться о думе определённого созыва, да, или о совете народных депутатов, или о чём-либо подобном, так как бы было, ну, скажем так, литургически не вполне оправдано, поэтому звучит тезис о стране вообще, то есть, и о властях как таковых, имея в виду их во всей полноте. Соответственно, император, да, или вот иные представители монархиевого сословия, как правило, упоминались в связке с воинством, да, то есть, здесь звучит молитва как бы по факту о победах, да, или о благополучной защите страны, и эта связка сохранилась, да, то есть, хотя здесь не звучит ничего о конкретных властях, да, они упомянуты достаточно широко и абстрактно, тем не менее, воинство фигурирует однозначным образом. Далее звучит молитва о нашем городе и городах, и населённых пунктах вообще, и о всех остальных христианах, о погоде, о тех, кто нуждается в каких-то особенных, да, как бы молитвах, тех, кто находится в каких-то особенно сложных обстоятельствах, плавающие, путешествующие, больные, страждущие, пленённые, и, соответственно, мы ищем спасение их, и замечу, что вот здесь они звучат как единая группа, и впоследствии в молитвах анафоры мы тоже услышим их как единую группу. Кроме всего прочего, несмотря на всю разницу обстоятельств этих людей, их объединяет одно – все они отсутствуют за богослужением. То есть, это молитва о тех, кто сейчас не может находиться вот в данном евхаристическом собрании. А далее о избавлении нас от всякой тягостной скорби, гнева, и в церковно-славянском мы слышим здесь термин «нужды». И, как правило, считаем, что молимся здесь о избавлении от нужды, то есть, от сложных финансовых обстоятельств. Вот в данном случае перед нами один из многих примеров, когда амонимичность, то есть, абсолютная созвучность слова в церковно-славянском с словом в русском дает нам ложные смыслы. Церковно-славянская нужда обозначает совершенно не то же самое, что российская нужда нашей, да, как бы уже из русского языка нужде соответствовала бы славянская потреба, да, то есть, какая-то необходимость. Нужда же из славянского, да, обозначает, в общем-то, принужденность, насилие, да, то есть, мы молимся, во-первых, и главное о том, чтобы, конечно, мы были избавлены от муки, бедствия, то есть, от чего-то такого, да, от каких-то тягостных обстоятельств, которые никак, ни с каким финансовым контекстом вообще не связаны. Далее мы молимся в целом о заступничестве, да, о том, чтобы Господь покрыл нас своей благодатью и звучит тезис, которым заканчиваются многие иктинии, не только великая. «Пресвятую, причистую, приблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресно Деву Марию, со всеми святыми помянув самих себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». То есть, в целом, сам этот молитвенный тезис про то, что мы преподаем свои жизни и жизни всех в руки Божии. Однако, перед этим у нас звучит мысль о заступничестве святых. Упоминается Богородица и все святые. Очень любопытно, что данная вставка в текст, она появляется не сразу в тексте Ектиньи, возникает в V веке и принадлежит Перу Петра Агнафевста. Это патриарх антиохийский, к сожалению, входящий в сон еретиков. То есть, достаточно мрачно отзываются о нем в догматическом смысле целый ряд церковных авторов, но при всем при том мы видим, что ряд его новаций, которые он предлагает в рамках богослужения, принимаются православной церковью до сих пор. Ему принадлежит как тезис о Причистой Богородице, также, например, мысль о мироварении как, собственно, открытом, прилюдном священнодействии, то есть, не кулуарно совершаемом, как и все остальные богослужения, и в том числе идея освещать воду на богоявление, которое мы, как видим, также активно пользуется востребованностью во всей православной традиции. А также, чуть было не забыл, мысль о том, чтобы символ веры, который до этого единожды в году использовался за литургией, стал регулярной частью литургического последования. То есть, всякий раз, когда мы поем православный символ веры Никео Цареградский, нам важно иметь в виду, что вклад в это осуществил человек с, ну скажем так, недолжными догматическими позициями. То есть, это про то, что церковная история, конечно, как объект для изучения чудесно, удивительно и полно открытий. Заканчивается данная ягтинья молитвой. Господи Боже наш, могущество Твое несравненно, слава непостижима, милость Твоя безмерна и человеколюбие невыразима. Сам, Владыка, по благосердию Твоему обрати свой взор на нас и на святой храм наш и излей обилие милости и щедрые дары Твои на нас и на молящихся с нами. Нужно заметить, что практически идентичный текст мы услышим с вами в завершении литургического последования. По логике все ягтиньи сопровождаются своей молитвой, завершает которую священнический возглас, то есть, например, эта молитва завершается словами, ибо тебе подобает всякое прославление, почитание и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. В современной практике, когда практически все молитвы как таковые мы слышим только внутри алтарного пространства или не слышим вообще, то есть, священник читает их либо в полголоса, либо про себя, ягтинья выглядит как исключительно набор прошений. Но замечу, что каждый раз в ее завершении звучит и определенный цельный молитвенный тезис, не раздробленный, а представленный в некой целостности и полноте. Конечно, хорошо и правильно, когда верные в собрании слышат не только финальный возглас этого молитвенного тезиса, а его целиком. То есть, здесь мы видим собственно мысль о том, что предстоятель просит и молится в самом начале богослужения о том, чтобы Господь обратил свой взор на собравшихся, ну и соответственно о всех тех дарах, которые с этим будут связаны. На сегодня наша лекция подошла к концу, а следующее наше занятие будет посвящено антифонам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok